Здарова, почаны! Смотрите, мы немножко в новом качестве. Сейчас мы снимаемся на камеру, которую нам любезно предоставил Александр Олейников с канала Олейников Live. И сейчас, как вы знаете, стоим на пороге выбора между экшн-камерой или камерой подобного рода. Так что, как тестовый выпуск, посмотрим, что это такое получается. Ну и я для себя тоже пойму, насколько мне комфортно. В общем, мы начинаем. И сегодня на повестке дня у нас вот такие вот штуки. Вот они. Вот они. Это шнеки. Шнеки от мясорубок, от гигантских мясорубок. Посмотрите, какие они чугунниевые. Какого они сечения относительно моей руки. Они тяжелые, массивные. И еще они очень покорежены этой тяжелой жизнью. Вот так вот его раскололо. Просто не по-детски в трех местах. И лопнувшие в части не отпали. Это все чугун. Он литой. И запчасть эта, как я понял, она достаточно дефицитна. Коль ее принесли нам. А принесли нам ее, естественно, подписчики. Естественно, с просьбой реанимировать. В общем, сейчас я повнимательнее их поизучаю. И коль это чугун, то, похоже, у нас намечается пайка чугуна. И за, так скажем, не очень продолжительное время пайки этого самого чугуна я уже расшарил несколько лайфхаков. Соответственно, они уже протестированы. И, скорее всего, сегодня я ими буду делиться. Так что не переключайтесь. Ну, первое, что я вижу, нужно отколоть все, что не откололось само. А дальше будем собирать этот пазл. Разделывать ему кромки. В общем, готовиться к паяльным делам. С этим же валом ситуация чуть проще. На нем только лишь износ. Ну, как, весьма фатальный износ. Можете оценить, что тут было. Но, но вал стальной, а шнек чугунный. Если присмотреться, здесь явно, явно, есть какое-то место перехода. Я думаю, если мы подогреем это все в пламени, в пламени горелки, то, скорее всего, оно позволит себя раскрутить. Но нам, собственно, это и надо. Так будет сильно проще, если оно на резьбе. На, выглядит это все, конечно, очень стрёмно. Да и по запаху так себе. Да уж. Ну и история. В общем, вот что мы имеем. Скажем так, вот такая вот фигня, малята. Как вы думаете, вообще, если бы вам такое принесли, вы бы взяли за ремонт? А? Напишите обязательно в комментариях. Пазл выглядит слегка. Следующим образом. У нас есть элемент 1. Элемент 1. К нему идет элемент 2. И элемент номер 3. Так. О! Не с первого раза у меня собрался пазл. Все потому, что я привыкаю к камере и смотрю не только на детали, но еще и в объектив. Не в объектив. На дисплей. Дисплей. Вот. В общем, какая задача? Вот эти вот все поверхности, которые выглядят, как будто бы это метеориты, он к нам прилетел с другой планеты, их нужно зачистить болгаркой, чтобы не было вот этого вот пренеприятного слоя. а затем сделать фаски, чтобы удобно было туда заплавлять припои. После все обработанные поверхности нужно заполировать. Да, именно заполировать. Я проверял, и это действительно работает. чугун появится гораздо лучше, припой по нему растекается гораздо веселее в состоянии не вот таком вот, не просто из-под болгарки, а именно в полированном. Субтитры сделал DimaTorzok Ну а полировку мы будем производить вот такой вот штукой. Это насадка для бормашины. Она из такого очень плотного войлока и паста Гои. В общем, по классике. Нам не нужно добиваться какой-то невероятной чистоты поверхности. Главное, чтобы оно блестело, чтобы оно было очень гладким. То, что там риска, не риска, на это в принципе пофигу. Все равно все это будем заплавлять и основная задача это отличная растекаемость припоя. В общем, чтобы все лудилось. Ну что, поехали. Все готово для пайки. Начинаем. Даем кислород. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok Ну, собственно, вот что мы имеем. Такие вот светлые полоски швов. Тут еще вокруг много шлака. Но ничего, сейчас оно остынет. А остывать им нужно медленно. Желательно бы вообще все это дело погрузить куда-нибудь в термостатированное помещение. Ну, как помещение, среду. Песок там или что-нибудь такое подогреты. Но нормально, на воздухе тоже неплохо. Вот. Так что сейчас ждем, когда остынет небольшая зачистка. И будем решать вопрос с центральным отверстием. Потому что сейчас по нему еще ничего не ясно. Там остатки резьбы. И, скорее всего, их там придется и похоронить. Смотрите, что я вам хочу продемонстрировать. Это швы в состоянии как есть. То есть я всего лишь навсего обработал это корчеткой и протер бензинчиком. Смотрите, насколько аккуратными они получились. А ведь это тугоплавкий припой. Вот там, где было отполировано, зачищено и отполировано, вот там все и пролудилось. Дальше оно не пошло. То есть оно пошло туда вглубь растекаться. А здесь мне останется совсем немного работы. Взять или болгарку, или дремель. И пройтись. Так сказать, навести лоск. Все-таки это шнек. Он должен быть максимально обтекаемой формы. Вот. Такая история. С резьбой внутри. Сейчас я еще буду экспериментировать. Если боги-аллахи будут не против, то та резьба, которая там есть, возможно, даже просто поправится метчиком. Но я в чудеса давно перестал верить. Так что тест-тестом. А, скорее всего, центральную часть придется точно так же впаивать. А затем уже в центрах обрабатывать посадку. Вот, собственно, кстати, наша центральная часть. Она на резьбе и выглядит вот таким вот образом. Здесь две лыски. Две лыски. Центровочного отверстия, похоже, на ней нет. И резьба с таким весьма конским шагом. Вот. Именно сюда она хочет вернуться. Но вернется ли, вот то вопрос. О, ой, скрипит. Будит. Но вы что хотели? Тут вылета миллиметров 400. Три десятки створца. Одно меня не радует, что это чугун. И весь ишь в этом чертовом чугуне. Сколько раз я зарекался не точить чугун. Уборка после него это страшное наказание. Но это жизнь. Вот так вот на данный момент выглядят валы. Точнее, шнеки. Один готов. Можете обратить внимание на вот эти светлые полоски. Это швы. Он оторцован. Поправлена коническая посадка под вал. Ну, все. Отлично. Он готов. А вот второй экземпляр. Ему пришлось искусственно отпилить вот этот вот носик. Вот он он. Можете обратить внимание. Так, так, так. О! Как замечательно он выглядит. Он стальной. То есть, как выяснилось. Сейчас я вам продемонстрирую. Этот валик. Это шнек. Он составной. Вот эта часть. Это чугунь. А вот это сталь. То есть, вот этот вот хвостовик. Он стальной. И, соответственно, центральный хвостовик. Точнее, передний хвостовик. Он тоже стальной. И такое ощущение, что чугунная часть полая. Ибо обнаружены вот такие интересные места. Раз. Затем вот здесь вот с обратной стороны. Два. Что оно заштифтовано. Но как-то расштифтовать мне что-то не очень хочется. Скорее всего, штифты штифтами. Оно там приросло, мягко говоря, что намертво. Поэтому самое простое. Благо он достаточно короткий. Отпиливаем то, что повреждено. Засверливаемся. И дальше уже будем смотреть. Если он позволит себя на таком вылете расточить. То расточим, запрессуем, заштифтуем. Если не позволит себя расточить. Тогда сделаем впаивание импланта. Чуть большего диаметра. И уже на импланте сделаем центровочное отверстие. И после пайки все это обработаем в центрах. Вот такой план банан. Поехали. Вот он наш второй шнек. Отверстие в нем удалось расточить. И это здорово. Потому что ничего не придется паять. Я уже сделал к нему вот такой хвост. Здесь две лысочки. Все уже в размере. И вот эта поверхность. По ней, собственно, и будет произведена запрессовка. Вот для сравнения. То, что у нас было. Вот такой вот хвостик. Такой вот он. Немножко его жизнь, так сказать, была тяжелая. И вот, собственно, то, что будет. Осталось лишь запрессовать. Для надежности будем использовать вал-втулочный фиксатор. Шоп прям вот совсем наверняка. Ибо штифтовать не хочется. Здесь поверхности для входа, ну, такие себе. Скажем так. Можно, конечно, было бы где-нибудь вот здесь сделать поверхность. И загнать штифт. Ну, не знаю. Попробуем так. Если будут проблемы, ну, переделаем. Что уж делать. Хотя, мне кажется, вал-втулочный герметик, да еще плюс посадка с натягом 0,02 на этом диаметре, должны справиться. А что думаете вы по этому поводу? Хватит или не хватит? Ведь, по идее, здесь должен насаживаться нож, который, собственно, перемалывает содержимое, проталкиваемое шнеком. Ну, посмотрим, посмотрим, кто делал, кто знает. Погнали на пресс. Ну что, готовимся к запрессовке. Я тут уже все примерил. Вроде бы ходов хватает. И это здорово. Обезжирим поверхности. Сколько оттуда черной жижи идет. Так. Сколько оттуда черной жижи. Ну все Вроде бы все готово Ставим на боевую позицию Я еще так подумал У меня тут есть шарик Он как раз таки попался под руку Отлично он встает по центровочному отверстию Думаю хуже не будет Хотя конечно хрен знает Может не надо заигрывать с шариком Давайте наверное лучше так По классике Самое главное это начало Начинать надо именно с него Так Если перекосит То он будет Дополнительной сложности Нам они не нужны Ну как будто бы Вроде бы Тогда даем силу Силу земли Прохладу Свежесть Скорее всего Силу земли Ого Это в какой-то момент Стало тяжелее Очень странно Очень странно Посадка-то Везде одинаковая была Я надеюсь Это не вал Втулочную герметику Думал Начать свою работу Рановато ему Так Ну все В принципе Без каких-то Запредельных усилий Но что-то Как-то Вот так Все-таки Что называется Две сотки Сейчас пойдем Зажмем это все Протестируем Ничего ли я тут С дуру не сохнул Хотя это маловероятно Чем хорош как раз таки Вот такой вот Ручной пресс В отличие от гидравлического В том что Все усилие создается С минимальным преобразованием То есть Ну что мы тут руками Две тонны Если выжмем И то хорошо А на гидравлике Можно вот так вот На маленьком рычаге 5 тонн нажать И вообще не почувствовать Как говорится Как говорится Опасно все это Так что Всем рекомендую Помимо гидравлики Обязательно иметь Ручной пресс Очень Очень удобная вещь Ну все Детали готовы Вот такие Два слоновых шнека Шнека слонового Размера На сегодня У одного Как можете заметить Комплексный ремонт Здесь пайка И все на свете Второй К счастью С целой чугуниной Но выходной вал У него Сделан заново Все готово Надеюсь Служить они будут Верой И правдой А на этом все Ждите новые видео И бейте В колокол Детико Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok